2 марта отмечается годовщина гибели Сергея Посадского ОМОН. В преддверии этого дня на улице Глинки возле памятника погибшим воинам состоялось торжественное возложение цветов. 2 марта для Сергея Посадского городского округа трагическая дата, навсегда вписанная в его историю. На месте собрались родственники и друзья погибших, представители власти и жители города. Все присутствующие минутой молчания почтили память героев. В ходе церемонии были возложены цветы и венки к памятнику. Мероприятие было организовано с целью почтить память тех, кто отдал свои жизни за службу и защиту граждан. Сегодня скорбный день для нашего округа. В этот день погибли наши товарищи. Они исполнили долг до конца свой, показали настоящее чувство любви к родине, за которое они, собственно, отдали свою жизнь. На этом и основывается воспитание нашего подрастающего поколения. И это дает и нам силу, когда каждый из нас в жизни делает какой-то шаг или поступок. Мы помним этих ребят и стараемся быть на них похожи. 24 года назад, в 2000 году, наши ребята, наши героические ребята, ОМОНовцы, выполняя свой воинский долг, погибли. И ежегодно у нас, в нашем городском округе, в это время проводим возложение цветов в память о тех погибших ребятах, ОМОНовцев, которые совершили подвиг, выполняя до конца свой воинский долг. Это очень важно, чтобы и молодежь оставалась в памяти, потому что сегодня мы, как никогда, живем в очень такое сложное и тяжелое время для страны. И, конечно, вот эти героические памятные даты, они должны, в первую очередь, проходить через сердца наших горожан, жителей, молодежи. Это очень важно. А сегодня мы почтим в очередной раз память наших ОМОНовцев, погибших в 2000 году в Чечне. Наши земляки, защитники конституционного строя, защитники нашей Родины, погибли под Грозном, в Старопромысловском районе. И в реалиях сегодняшнего дня, я думаю, что необходимо помнить их подвиг, прославлять его в годах и в веках. И это и патриотическое воспитание нашей молодежи, и наша память, и наши традиции, и наш патриотизм. Сегодня мы в очередной раз присутствуем на годовщине, Дне памяти гибели нашего Сергея Посадского ОМОНа. Это уже произошло 24 года назад, в 2000 году, 2 марта, в Чеченской республике. Наш ОМОН попал в засаду, погибли наши ребята. Я помню, как были похороны, я помню, как Сергей Посад скорбил, когда в Троице Сергиевой Лавре отпевали наших ОМОНовцев, наших героев, и когда автобусами развозили в их родные города, на кладбище, где проживали они, где похоронены их близкие. Поэтому в тот момент, конечно, была колоссальная трагедия, все это отложилось в памяти жителей нашего Сергиево-Посадского района. И очень отрадно, что в Сергиево-Посаде построен такой памятник, где все вместе увековечены, увековечено это событие, и сейчас этот памятник продолжает свое развитие, дальше будет проложен стелла участникам СВО, и это будет знаковым памятным местом для всего Сергиево-Посадского округа. Почему важно помнить? Да потому что ребята эти жили среди нас, это были обычные ребята, это никто не знал, они учились среди нас в школе, ходили с нами вместе на работу, ходили в секции. И вот случилось так, пришло время ихнего подвига, и никто из них не струсил, никто из них не убежал, они действительно честно и добросовестно выполнили свой гражданский долг до конца. Конечно, наша задача помнить, рассказывать близким, равняться на них. Это действительно настоящие крутые ребята. Молодцы они. Сегодня состоялось очередное памятное возложение погибшим нашим землякам, бойцам Сергиева-Посадского ОМОНа, погибшим 2 марта 2000 года. Мы, как ветеранская организация, ежегодно присутствуем на этом, конечно же, памятном мероприятии, не только для нас, как и для участников тех печальных событий, так и для друзей наших погибших товарищей. Постоянно присутствуем здесь. Здесь тяжело, конечно, несмотря на такой большой уже прошедший срок вспоминать все это, тем более в свете наших сегодняшних тяжелых событий в стране, когда ребята гибнут еще и больше, и чаще, к сожалению. Но это наша обязанность помнить павших за свою отчизну, за свою родину, помнить их, не забывать никогда и, несмотря ни на что, ни на какие трудности, не забывать их, чтить их память как можно дольше. Также, конечно, хочется, чтобы их не забывали и, скажем так, в их родном месте, где они жили, росли, выросли. Это касается как бы всех погибших, кто погиб за свою родину, чтобы их помнили, чтили таким же памятными мероприятиями, какими-то там еще спортивными мероприятиями, проводящимися в их память и в их честь. Сегодня также собралось много и сотрудников, и ветеранов, родственников погибших ребят. На мой взгляд, мне кажется, нужно больше приглашать учеников. Учеников учащихся наших школ, города и района, городского округа нашего, потому что на сегодняшний день это наша основная задача не упустить вот этот момент молодежи, момент патриотического воспитания молодежи. Для этого их нужно приглашать на все памятные мероприятия, которые проводятся в районе. Не только здесь, там, 1-2 марта, а вообще везде. Все памятные мероприятия должны проводиться с молодежью. Со всех школ, со всех учебных заведений приглашать по мере возможности как можно больше ребят. Мы на сегодняшний день не должны потерять наше поколение, должны вырастить поколение будущих ребят, таких же защитников, таких же надежных, как были те, которые погибли. Наше воинство российское, оно всегда славилось своей выучкой, выдержкой, преданностью, своим героизмом и своей тем решительностью пожертвовать собой ради своего отечества. Защита своей родины, защита интересов страны стала настолько важной и очевидной, что переоценить это сложно. И память о людях, которые отдали свои жизни, не задумываясь, отдали свои жизни для того, чтобы страна стала страной, для того, чтобы люди жили в мирной жизни, в мирное время, чтобы не боялись вот этих вот страшных проявлений, которые мы видим сейчас. Есть люди, которые выполняют воинский долг, которые стоят на защите нашего отечества и воспитывались, и патриотическое воспитание происходило на подвигах наших героев и наших воинов. Память о погибших всегда останется с нами, напоминая нам о том, что их жертвы были не напрасными, а их подвиг не забыт. Александра Зайцева, Тихон Бузынкин. День города.